Говорят, 45 – баба, ягодка опять. А что, если 45 лет исполняется театру? Тогда можно сказать словами художественного руководителя, режиссёра народного театрального коллектива «Твит» Ларисы Гейлис. 45 лет – жизнь только начинается. На юбилей собрались и давние поклонники театра, и те, кто только решил с ним познакомиться. Я бывала на спектаклях его, так что люблю, посещаю. Я не так давно здесь вообще живу, только два года, но сюда хожу регулярно, коллектив здесь отменный. Оцените от одного до пяти, пятёрка. Молодцы, Гейлис у вас молодец. Короче, женщина такая боевая. Мы почти все театральные представления смотрели, очень нравится, очень. Мы в восторге. Есть любимые актёры? Все. За 45 лет театральный коллектив «Городовидное» явил зрителю порядка полусотни спектаклей. Большинство постановок в жанре комедии. Но есть и военные драмы, которые были посвящены победе в Великой Отечественной войне, новогодние представления. Но о чём бы со сцены не рассказывали актёры «Твида», они всегда пронзали души своих зрителей до самой глубины. А те смеялись и плакали, сопереживали героям, восхищались ими. В юбилейный вечер в адрес Народного театра было сказано много тёплых слов. Первый коллектив поздравила заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова, вручив режиссёру театра Ларисе Гейлис награду от Московской областной думы. Московская областная дума вручает, передаёт через меня благодарственное письмо на заплодотворный труд и высокое профессиональное мастерство. Председатель Московской областной думы Бронсалов. Передаю. Твид – это пульс нашего города. Так пусть он бьётся, творите долго-долго-долго, а мы будем счастливы от того, что имеем честь лицезреть. Родным домом для Твида стал Дворец культуры. Именно сюда в 1976 году пришла совсем юная, но горящее желанием творить Лариса Гейлис. Первый спектакль «Девочка и апрель» показал – в «Видном» нужен театр, есть желающие играть на сцене. Молодой режиссёр сумел исплотить самодеятельных актёров, и многие из нынешнего состава театра играют в Твиде уже более 20 лет. Уже такой возраст, входишь к 50, ещё и есть силы, и уже набрался какого-то опыта. Такой возраст, на самом деле, золотой для актёра, поэтому прошлые роли, они дают некий базис, некий фундамент, на котором ты работаешь. Старые роли, я так сказал, да, по-моему, старые роли, да. Ну и пытаешься всё это использовать в новых своих работах. В жизни актёры Твида – представители самых разных профессий. Коренные видновчане наверняка были удивлены, когда Павел Клочков, известный в городе спортсмен, вдруг появился на сцене. Сам же Павел признаётся – долгие годы мечтал играть в театре. И теперь, когда он среди других Твидовцев выходит на сцену, испытывает невероятные ощущения. В любом случае только кайф. Работы никакой. Понятно, что получается работа, но это всё равно кайф. А если слова забыли? Не позволяю себе такого. Юбилейный вечер превратился в большой капустник, наполненный яркими номерами. Творческие коллективы Дворца культуры, которые поздравили Твид, своими выступлениями говорили. Они горды тем, что рядом с ними существует такой именитый театр. У нас отношения такие семейные в коллективе. Они у меня дети мои. Они у меня тоже там, наши мамы театральные, когда у нас бывают капустники. Мы отмечаем дни рождения, Новый год. Это тоже клуб по интересам. Но интерес наш – театр. Основной состав Труппа может быть спокоен. У него растёт достойная смена. Сегодня Твид стал заметно больше. В нём появились детская и молодёжная студии. В завершении праздника все Твидовцы вышли на сцену. Смотрите, как их много. И это ещё раз подтверждает, что в 45 жизнь только начинается. Театрально-режиссёрский, дружный наш состав актёрский. Будем дальше развиваться и со зрителем встречаться. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.